здравствуйте дорогие друзья с вами снова я хозяйка медвежьего угла елена горчукова и я хочу ответить на один очень интересный вопрос который задала моя читательница видимо зрительницы ирина рэй ирина пишет елена добрый день у нас уже распустился молодой березовый лист имеет ли лист березы лекарственную или пищевую ценность если да то как правильно его заготавливать я где-то слышала что березовые веники заготавливают до троицы может быть это применимо к листу вот этот вопрос очень интересный на него я хотела бы ответить подробнее дело в том что береза является одним из растений которым полезно все но она как бы в этом смысле 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 полезности всех ее частей применимости всех участей использование этих частей человеком она подобно иван-чаю конечно обладает менее мощной целительной силой чем иван-чай но все равно очень очень важна и полезна и лист березы и почки березы и кора березы гревесина корни грибы которые на ней вырастают все абсолютно все полезно человеку абсолютно все можно использовать для здоровья но вопрос был связан во-первых с листьями поэтому начнем даже не с листьев а с почек они появляются раньше листьев чтобы пройтись так сказать по всем качествам этого дерева прекрасно березовые почки собранные до того как появятся листочки до распускания они известны издревле как прекрасное лекарство народная медицина очень активно используют это для лечения печени для лечения почек и вообще для лечения обмена веществ человеком кроме того березовые почки их настои отвар они обладают мощными общими противовоспалительными такими действиями силой антибиотик бы сказал с чем это связано это связано с действием уникальной смолы которая вырабатывается березой прежде чем лист распустится вот это вот капелька смолы она находится на ожившей почке выделяется раньше чем почка раскроется как бы находится на поверхности чешуйки почки и потом когда листочек начинает раскрываться размазывается по этому листочку обращали внимание что листочки липкие это они вот еще в этой смоле вот эта уникальная смола которая находится на березовых почках она используется пчелами как основной элемент при производстве их совершенно уникального сильнейшего природного антибиотика прополис ну а березовых почках есть очень много интересных материалов в интернете книг много очень по народному целительству связанным с ними а применение березовых почек мы сейчас говорить не будем если нужно я сниму отдельное видео скажу подробно следующий о чем был вопрос это березовый лист разворачивается молодой березовый лист вот самом начале то есть почка только раскрылась в этот момент береза источник березового сока березовый сок будет идти пока листочки на березе не достигнут размера примерно один сантиметр мы можем самое время брать березовый сок где-то неделю 10 дней вот сейчас вот прямо сейчас идет березовый сок нас сибирь березовый сок точно также обладает великолепнейшими интереснейшими свойствами которые очень полезны для здоровья человека и многие бабушки говорили что чтобы зарядиться здоровьем на весь год нужно хотя бы вот один раз в год попить вот этого березового сока в волю вот когда пока он идет что всем людям обязательно нужно его заготавливать обязательно нужно выпить а из березового сока можно приготовить прекрасный вкусный квас который хранится дольше чем березовый сок но консервировать я не пробовала никогда но на пару месяцев летних вполне если в холоде хранить вполне можно сохранить делается квас очень просто в березовый сок бросьте корочку черного хлеба а квас закиснет то есть вот это вот того что есть черном хлебе достаточно всех как бы диких дрожжей если будет недостаточно покажется недостаточным брожением можно бросить одну немытую ерунку произойдет процесс брожения получится шикарный квас он будет такой шипучий освежающий если вы используете ржаной хлеб то у него цвет будет такой золотистый а если вы просто бросите изюминку в банку с березовым соком и закройте подождете пока квас созреет а то сок будет такой белесый ой сок квас будет такой белесо прораченный тоже очень вкусный в общем березовый класс это чудо это и вкусно и полезно это на истинный кладезь микроэлементов как я уже говорила из березового сока по аналогии с кленовым соком можно готовить березовый сироп также как готовится кленовый сироп тут уже упор делается на что на то что масса полезных микроэлементов но то что витамины в нем есть это да но это не так интересно а витамины можно получить из других источников а вот микроэлементы комплекс микроэлементов находящихся в березовом соке он действительно уникален и особенно интересен кроме того в березовом соке содержится довольно много сахара что позволяет приготовить из него продукт такой естественной консервации для этого березовый сок нужно выпаривать до состояния то есть березовый сок наливается в какую-то невысокую емкость очень невысокую как можно более широкую емкость я бы сказала и на маленьком огне кипятится 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 часами но у меня я один раз пробовала приготовить у меня ушло 5-5 часов на то чтобы сгустить сок буквально сковородка в сковородке до состояния большой только сковородки до состояния сиропа сиропа там получилась чайная ложка не больше вот я думаю что готовить в больших объемах можно и нужно но нужно просто соответствующие емкости какие-то условия для вот этого выпаривания создавать а так березовый сироп ничуть не хуже даже я бы сказала лучше интереснее кленовым но может не то что интереснее а другой продукт очень тоже очень интересный очень полезный для здоровья дальше переходим к листу когда лист молодой березы маленькие еще листочки на нем очень много вот этого самого вот этой самой смолы которая в будущем станет прополисом и в это время из березовых листочков молоденьких можно приготовить очень интересный ферментированный чай листочки следует собрать причем собрали собирать их достаточно удобно прямо с веточками ничего страшного листочки пока они еще не полностью не полностью развернули не полностью выросли я бы сказала то есть где-то наверное до ивана купала можно собирать листочки для чая листочки собрать чем они моложе тем интереснее будет тем больше более выраженной смолиной прополизный вкус чем старше лист о чем больше будут нотки дегтя проявляться ну как бы так по мере старения березового листа нотки дегтя в чае будет проявляться чай из березового листа заваривается 2 вида чая можно заваривать зеленый чай просто березовый лист этот высушить и заваривать желательно, если вы будете готовить чай из березового листа, отмечайте период, в который вы березовый лист собирали поверьте мне, что березовый лист собранный в конце мая и березовый лист собранный в конце июня это два совершенно разных чая попробуйте, проверьте и второй способ это ферментация причем ферментировать его очень просто достаточно для этого березовый лист заморозит хочу обратить ваше внимание размять березовый лист для того, чтобы он пошел процесс ферментации сложно, он жесткий, ломкий плохо получается а вот если просто положить его в морозилку и просто оттуда вытащить то молодой березовый лист почернеет сам собой и завариваться чай будет такого вот именно темного оттенка черный чай, когда заваривается это связано с тем, что сок, находящийся в паренхиме листа и сок, находящийся в кожице листа во время, когда клеточки лоб замораживания смешаются пойдет процесс ферментации то есть ферменты содержатся в кожице субстрат содержится в паренхиме пойдет, так сказать, сложные очень химические реакции произойдут и образуются пектины и новые аромовещества но там аромовещества обратите внимание, они все сродни двум основным смолам когда вы аромат ощущаете вот две основных смолы есть первый вариант прополисная смола а второй вариант это деготь и вот аромат березового чая ферментированного он всегда вот к этим вот ноткам склоняется попробуйте, как бы много не заготавливайте сразу попробуйте сделать немного если понравится, то можете заготовить много березовый чай очень полезен для здоровья человека в целом оказывает отличное действие на весь обмен веществ пополняет наши запасы витаминов и микроэлементов очень полезен для системы мочевыведения и также полезен для желудка наличие гастрита и так далее то есть такая очень приятный и полезный чай очень полезен для системы мочевыведения приятный и полезный чай такой я потом специально про него отдельный фильм сделаю дальше идем идем по березе дальше у березы есть такой великолепный дар как ее кора береста для художественных изделий для строительства и для других целей хозяйственного береста использую осидрили об этом опять же есть очень много информации в том числе на моем канале мои изделия из бересты можете посмотреть хочу заметить, что брать бересту нужно когда лист развернулся то есть вот эти маленькие листочки березе именно сантиметровые когда они уже не в почке сидят а стали приобрели форму листочков вот в этот момент ну примерно дней 10 не больше есть на сбор бересты именно в это время если сделать надрез на березовом стволе глубиной именно верхней своей коры береста то береста прямо отщелкивается она сама спадает это связано с чем? береста, которые вы собираете для вот этих вот изделий ну если вы не варварный способ мой собираете таким как я описываю значит это уже отработанная это кора береза которая уже должна отщелушиться те слои коры береста очень слоистые полностью вот это слои коры которые должны отщелушиться они их дерево все равно за год сбросят в момент вот этот который у меня говорили когда развернулся березовый лист они натянуты натянуты как кожа на барабане и очень-очень легко снимаются без малейшего вреда для дерева дерево на этом месте наращивает новую кору и даже самое интересное что можно потом снова снимать бересту с этого же места с этого же дерева никакого вреда от березы такой съем береста не наносит есть способ еще который предлагается постоянно собирать бересту на местных рубких березов но там это бывает постоянно не вовремя не в тот самый момент со срубленных стволов береста так легко не снимается и снимается она чаще всего с пробковым слоем вот этот пробковый слой не дает использовать эту бересту для тонких художественных изделий но для того чтобы приготовить деготь своими силами или для того чтобы сделать стеки в обувь она вполне годится то есть выбирайте далее деготь хочу напомнить что деготь это основной компонент нашего деревенского средства от комаров и таежной машки помогает очень хорошо под этим видео я размещу ссылочку на видео где рецепт как это готовить ценнейший продукт березы как его делать берестой нужно набить металлическую емкость которая не расплавится при очень высокой температуре выкопать яму в яме разжечь костер значит костер притушить положить на него крышку какую-то поставить нет сначала поставить чашку потом положить крышку я бы так сказала сверху надеть эту кверх ногами большую кастрюлю с берестой и продолжать жечь костер до тех пор пока деготь из бересты не выплывется обычно он собирается в чашечку процесс сложный замороченный деготь всегда продается в аптеках то есть его очень неплохо производят продают он хорошего качества как бы самостоятельным производством деготь я еще не пыталась заниматься но если с подобностью обязательно покажу вам это увлекательное занятие как самим сделать деготь я еще сама не пробовала только теоретически знаю идем дальше древесина березы это сырье для производства активированного угля ее сжигание при определенных условиях дает вот этот вот ценнейший продукт вообще то есть то есть мы когда сжигаем древесину вот в самых условиях мы получаем во первых тепло ради чего все делать во вторых золу и угли и вот уголь это шикарный ацербент который может спасти человека от отравления принимается в индукции а зола это великолепное удобрение и средства для защиты для защиты птицы от различных клещей то есть курочкам ванны делают в зале масса применения с вами очень интересный продукт получается идем дальше древесина березы это материал из которого делается мебель фанера и так далее можно строить из нее дома но скорее не методом складывания груза он получается с очень большими отходами только его можно произвести а дома по методу строительства глиночур то есть березовые дровишки просушенные забить и лучше всего на скрытые это делается для того чтобы в процессе эксплуатации здания потом эти вот чурки в глине не трескались не нужно было проводить ремонт заделая трещины проводящие холл так вот глиночурка это собственно березовые дрова сухие сложенные стены на глиняный раствор технология зарекомендовала себя очень хорошо веками использовалась в Санкт-Петербурге в Петергофе стоит здание построенное 300 лет назад по этой технологии великолепно смотрится великолепно сохранилось никаких проблем с ним нет то есть технология очень надежная практически вечные здания получились что еще дальше мы идем к корням березы корень березы сам по себе это прекрасный подделочный материал но не только это на корнях березы в симбиозе с деревом поселяются грибницы грибницы таких очень ценных грибов которые не могут жить без дерева не могут вернее жить грибницы без дерева может а вот начать выкинуть плоды для тела размножаться с порой грибы без симбиоза с деревьями не могут это конечно касается не всех грибов а только некоторых игр опять же лекцию о грибах проведем отдельно так вот корень ценен прежде всего тем что это как вы обратите внимание как раз грика риса то есть это сфера существования гриба это очень-очень-очень ценные ценные свойства березы в том что на ней могут вырасти такие прекрасные грибы как и березовь прежде всего да некоторые разновидности левого гриба на ней и ее ритул и многие другие дальше это еще не все на березе растет еще один гриб живет уже на ее надземной части это березовая чага о целебных свойствах березовой чаги сказано огромное количество всего существует даже специальная литература отдельные книги по лечению березовой чаги ну вот пожалуй на этом я остановлюсь то есть это вот описание а нет про веники забыла сказать березовый веник бесценный для бани как его правильно сделать я насчет троицы ничего не скажу я делаю так я березовые веники заготавливаю именно 7 июля день Ивана Купала в ночь на Ивана Купала вернее 6 на 7 июля всегда и делаю это на весь год а это связано с тем что вот в эту волшебную ночь березовый веник созданный своими руками для себя и своих близких он несет в себе огромный заряд здоровья просто то есть это то есть это здоровье не только связано с тем что какие-то особые вещества оно связано еще с особой энергетикой оно как-то соединяет нас какими-то ничем с нашим древним прошлым вот такие вот вот так что веник это ночь с 6 на 7 июля и еще не парьтесь вениками заготовленными другими людьми парьтесь только вениками заготовленными своими руками либо если кто-то из ваших любимых любящих вас собрал специально для вас ну вот на этом все дорогие друзья я с вами прощаюсь разнесется сейчас вот я надеюсь я на ответ ответила на ваш вопрос ну может быть вам было это интересно всего доброго если постоянно понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте заходите в таюжный магазин всего доброго дизайн с